ну какой может быть резюме когда четыре мяча получаешь в свои ворота второй матч пропускаем очень много голов наверное не хочется искать оправданий но безусловно денисов имена не хватает нам три игры он получил пока отсиживает и мы вроде краем краем оборону но никак оптимальное сочетание не найдем к сожалению большие нас последние две игры большие проблемы у нас защитные линии сегодня соперник во втором тайме конечно здорово комбинировал что там говорить второй тайм нас разорвали по первому тайму неплохой первый тайм получился темп был только невысокий такой не от одной команды не от другой вот но мы видели да что у нас моменты были выхода диагностики забили и так неплохо вроде комбинировали но опять же качество такое общее качество игры конечно желает оставляет желать лучшего во второй тайм просто провалились просто провалились вынуждены замены радченко коле травму получил и к сожалению не попали не попал не попал у нас так защитной линии в втором тайме совсем в игру вот а так целом пытались пытались исправить ситуацию там при счете 2-0 пенальти не забили конечно игра могла сложиться нам по другому реализуемые свои моменты но такие ошибки в обороне мы делать не имеем права на этом уровне говорю что здесь уровень не по фл здесь наказывают сразу за ошибки поэтому получили наверно столько мячей сегодня какие то вопросы почему попал пенальти заранее запланировано ваше решение или это посредством по ходу ну перед игрой мы обычно пишем 2-3 человека кто у нас исполняет 11 метровые ну видать Женька вызвался он бил уже пенальти у нас второй лиги бил поэтому ну видите к сожалению к сожалению не забил вот хотя может быть это и было может быть ключевой момент матча да там сделали бы счет 2-1 может быть и выросли бы крылья но к сожалению не выросли вот поэтому же не взял на себя и в этом ничего не веду он штатный пенальтист один из штатных Пенальтистов команды взял на себя, к сожалению, не забил. Вопрос уже не по матчу. По-моему, 2 сентября транспортное окно заканчивается в России. Наверное, стоит говорить о том, что у нас состав команды для сезона сформирован, больше дозаёмок не будет за оставшиеся дней. Да, к сожалению, уже мы, наверное, укрепиться не успеем. С этим вопросом. Как бы в целом вы оцените транспортную политику нашего клуба в этой летней межсезоне? Получилось ли сформировать состав, которому действительно по силам сохранить место по итогам сезона или всё-таки недостаточно? Ну, в целом мы, наверное, отталкивались от тех условий, которые у нас были. Мы набирали в основном игроков хороших, добротных, ребята из второй лиги набирали. Определённая обойма у нас получилась. И моё мнение, команда доказала, что мы можем играть. ФНЛ, и был у нас отрезок очень хороший. Были и две победы, и здесь над «Спартаком» два. Хорошая победа была. Но в целом всегда хочется, конечно, укрепиться и что-то улучшить. Но на самом деле первые вот эти туры, они показали, где у нас есть некоторые недочёты, которые надо исправлять. Ну, в целом, я говорю, всё через работу. Всё через работу. И я думаю, ребята должны это понимать, что наш уровень мы можем только подтянуть с желанием работать, отдаваться на поле. Конечно, нам будет очень тяжело, но мы вполне конкурентоспособны, я считаю, за борьбу именно, чтобы сохранить прописку. У нас вполне состав оптимальный для этой задачи. Хорошо, спасибо.